Свершилось! Теперь и японские компании начали разрабатывать автомобили специально для россиян. Пионером стал Nissan Almera, чей выпуск наладили на автовазе. Японцы решили не изобретать велосипед и использовали для новинки удачную платформу от Renault Logan. Её, конечно, слегка переработали и выдрузили сверху новый, более крупный и симпатичный кузов. Основные конкуренты Almera, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Solaris и Renault Logan. Если снаружи логановские корни удачно замаскировали, то внутри их скрыть не пытались. Дизайн практически полностью заимствован у французов. Такое копирование положительных эмоций не вызывает, поскольку интерьер этот выглядит, мягко говоря, старомодно и к тому же дёшево. Даже сенсорный дисплей мультимедийной системы не в силах изменить впечатление от салона. Передние кресла не очень удобны. Рулю же не достаёт регулировки по вылету. Но стоит оказаться на заднем диване, и всё это легко прощаешь. Такого невероятного простора в этом классе машин никто не предоставляет. И багажник внушительный. Жаль только, что спинку задних сидений нельзя сложить. Мотор при рабочем объёме 1,6 литра выдаёт 102 лошадиной силы. Вам эти цифры ничего не напоминают? Точно такие же характеристики у двигателя Logan. Опять заимствование. Как бы то ни было, по динамике Nissan не слишком-то похож на прообраз. Из-за большей массы он ускоряется медленнее. Зато благодаря улучшенной шумоизоляции кузова внутри царит покой и тишина. Ещё один плюс. Двигатель приспособлен для работы на 92-м бензине. Наша Альмера снабжена автоматической трансмиссией. Несмотря на архаичную четырёхступенчатую конструкцию, автомат меняет передачи плавно и своевременно. Наряду с невероятным простором, ещё одним главным козырем является невероятная, я бы сказал, чемпионская плавность хода. Ямы, бугры, клей, буераки. Всё это подвеска съедает, не поперхнувшись. На разбитом асфальте этот Nissan может поддерживать высокую скорость, как никто другой. Поскольку автомобиль создавался для России, с дорожным просветом не поскупились. Здесь он достигает 16 сантиметров. Автомобиль-компромисс. Крупный, но недостаточно динамичный. Просторный, но с простецким салоном. Впрочем, если учесть невысокую стоимость, на недостатки можно не обращать внимания.